Глубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья, натуральный самоцвет, солнечный янтарь издревле считался защитником женщин, который при применении во время беременности способствовал рождению здорового умного ребенка с хорошим характером. Да, такое было. И во время родов женщина, носящая железь января, считалось, что роды будут легкими. Ну, это без доказательной базы, но, тем не менее, это имеет свое значение. И на сегодня, мы вернемся уже к сегодняшним нашим событиям, и на сегодня жизнь ребенка, и внутриутробного ребенка, и после рождения, и в период еще до зачатия, безусловно, все более и более становится драгоценной. И цели нашего последнего тысячелетия, обратите внимание, среди ликвидации крайней бедности и достижения первичного, это всемирная организация, и это глобальные цели тысячелетия, и среди достижения первичного образования для всех жителей планеты, чрезвычайно важными является сохранение здоровья и улучшение материнского здоровья и снижение детской смертности. И в этом случае в Украине, как никогда актуальными, являются груз болезней и наследственность, и наша неблагополучная экология, с которой нам как-то приходится на сегодня бороться, для того, чтобы мы получали вот таких здоровых, красивых, умных детей с хорошим характером. И в этом принципиальное значение имеет здоровье матери и ребенка изначально, да? И одна из главных предпосылок – это здоровый образ жизни и правильное питание. Мы все знаем, что мы состоим из того, что мы едим, что мы пьем и чем мы дышим. И ожидание малыша – это самый волнительный и восхитительный этап в жизни каждой женщины. И в этой необходимой суматохе можно забыть о главном – мы все хотим рождения самых-самых необыкновенных детей. И одна из главных предпосылок – это правильное сбалансированное питание. Полиненасыщенные жирные кислоты на сегодня очень широко применяются в Европе. На последнем Европейском конгрессе в Берлине, когда мы заходим в аптеку около Брандербургских ворот, мы видим целую серию препаратов полиненасыщенных жирных кислот. Во Вроцлаве в октябре, когда мы приехали на конгресс по репродуктивной эндокринологии, нам всем в качестве подарка дали препарат полиненасыщенных жирных кислот. И в Украине, я думаю, эти препараты, особенно для беременных женщин, должны получить свое самое широкое распространение, потому что неблагополучная экология, груз болезней, которые имеют, включая чернобыльскую катастрофу, и неправильно, часто неправильно организованное питание, к сожалению, не позволяют нам добиться наших целей в плане здоровья наших деток. Полиненасыщенные жирные кислоты, я уже сказала, являются жизненно необходимыми и незаменимыми. И что очень важно, они не синтезируются в организме и должны поступать извне с рациональным сбалансированным питанием. Наиболее важным из них являются эйкозапентоеновая и докозагексоеновая кислоты. Названия сложные, но продукты замечательные и очень важные для внутриутробного ребенка. Полиненасыщенные жирные кислоты, я уже сказала, они поступают с источниками питания. Посмотрите, ДГК и эйкозапентоеновая кислота содержатся в рыбьем жире, в жирных сортах морской рыбы, но на сегодня нас, мы уже кое-что пожили в этой жизни, да, мы немножко уже прошли этот жизненный путь, нас в детстве кормили рыбьим жиром. Но это было не совсем правильное сочетание. Я уже не буду говорить о том, что жирная рыба, которая является очень полезной, необходимой для беременной женщины, она содержит большие пропорции соединений ртути, и поэтому тоже нужно думать о тех эффектах, которые в том же числе они могут и оказать. Поэтому полиненасыщенные жирные кислоты должны поступать в организм пищевыми продуктами, но мы думаем о том, как улучшить питание беременной женщины, возможно, с добавлением определенных субстратов. Таким образом, посмотрите, функции полиненасыщенных жирных кислот в организме – это мембрана стабилизирующая, биорегуляторная, энергетическая и накопительная. А вот очень интересно, смотрите, мембрана, вспомним из учебников гистологии, это твердокаркасная жидкомозаичная структура. Мембраны окутаны все клеточки нашего организма. И полиненасыщенные жирные кислоты встраиваются в фосполифидный струклеточные мембраны, стабилизируют и обеспечивают ее функционирование, повышают ферментативную рецепторную активность, обеспечивают передачу нервных импульсов. Известно, что минимум 35-40% липидов мозга и 70% сетчатки глаза составляют полиненасыщенные жирные кислоты. Таким образом, полиненасыщенные жирные кислоты регулируют практически все процессы в человеческом организме, но, что особенно важно, процессы синтеза липидных медиаторов – серотонина, допамина, ацетилхолина. Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты. Я уже сказала о спектре клиника фармакологических эффектов. Посмотрите. Нарушение липидного обмена, нормализация липидного обмена и обеспечение энергетических потребностей в организме. Формирование адекватной реакции клеток организма при воздействии внешних патогенных факторов. Вспоминаем нашу экологию. Предупреждение о повреждении эндотелия и развитии эндотелиальной дисфункции. На сегодня вы прекрасно знаете, что для беременной женщины акценты на сегодня делаются на первые три места беременности. И все акушерогинекологи, и студенты, которые здесь, возможно, присутствуют в медицинских университетах, они прекрасно знают, что есть на сегодня маркеры риска развития при эклампсии и задержки внутриутробного развития плода в первом триместре беременности в связи с предполагаемым развитием эндотелиальной дисфункции у женщин группы риска. Таким образом, эта точка приложения является принципиально важной в профилактике при эклампсии и синдроме задержки развития плода. Регуляция сосудистого тонуса и снижение артериального давления – это тоже профилактика развития гистозов у женщин с артериальной гипертензией. Предупреждение о развитии метаболических и сердечно-сосудистых нарушений, противовоспалительные эффекты и регуляция синтеза костной ткани вследствие позитивного влияния на метаболизм кальция. И что важно для беременности? Женщины группы риска при патологии сердечно-сосудистой системы, при нарушении метаболизма у женщин с метаболическим синдромом. И вы знаете, что в первом триместре беременности каждая вторая женщина, а может быть и чаще, скажет о той эмоциональной мобильности, которая у нее развивается с ранних сроков беременности. Это знает семья, это знает женщина. И в этом случае положительные эффекты полиненасыщенных жирных кислот способствуют уменьшению тревожности, эмоциональной мобильности, улучшают память и сон. И способствуют улучшению гомеостаза беременных с гиперлепидемией, артериальной гипертензией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и варикозной болезнью. Полиненасыщенные жирные кислоты, таким образом, в период беременности, это исследование большой группы ближнего зарубежья авторов, но тем не менее, это уже доказательная база, которую мы использовали в нашем докладе. Таким образом, применение полиненасыщенных жирных кислот в препарате омегами, тбайлыва матуся, базис, пролонгируют беременность, снижают риск развития послеродовой депрессии, препятствуют развитию прежевременной отслойки плаценты при наличии сосудистых нарушений у женщин группы риска и профилактируют плацентарную недостаточность. Для женщин, мы уже сказали о тех эффектах, которые они имеют, но для ребенка, вспоминаем янтарь, здоровые дети, умные, с хорошим характером, снижают риск развития аллергии, оказывают иммуномодулирующее действие и необходимы для построения мембран клеток всего организма. Антиагрегантное, вазодилататорное, гипотензивное, противовоспалительное действие. Большинство полинасыщенных жирных кислот окисляются с целью обеспечения энергетических потребностей организма. Что принципиально важно и для омегамид, байлыва матуся, базис. Я уже сказала, что существует большое количество на сегодня и на украинском рынке, в том числе, препаратов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты. Но именно правильное соотношение для беременной женщины ДГК и ЕГК именно в этом препарате. И именно это соотношение 5 к 1 оказывает доказанный профилактический эффект и функции, имеют функции те, которые нами сейчас были перечислены. Что еще принципиально важно? Женщине не нужно дополнительно применять витамин Е, потому что витамин Е, который тоже каждый акушер-гинеколог любит назначать с ранних сроков беременности, он входит в состав препарата омегами, заботливая мама, базис. И таким образом, что еще очень-очень важно, полиненасыщенные жирные кислоты могут и должны применяться уже на этапе планирования беременности, потому что с учетом положений доказательной медицины, полученной при рандомизированных клинических исследованиях, они способствуют созреванию яйцеклетки и сперматозоидов, обеспечивая построение высокодифференцированных половых клеток, выступают регуляторами процесса вовуляции оплодотворения, повышают энергетический потенциал клеток, количество активных сперматозоидов и вероятность оплодотворения. Это профессор Алла Григорьевна Карнацкая из Института педиатрии, акушерства и гинекологии доказала, что полиненасыщенные жирные кислоты эффективны в предгравидарной подготовке женщин с синдромом поликистозных яичников. В результате применения на этапе предгравидарной подготовки омегами заботливая мама базис достигнута стабилизация менструальной функции не только за счет уменьшения веса у большого количества женщин, 58%, но и благодаря нормализации липидного обмена и предположительно синтеза предшественников женских половых стероидов, гормонов и их метаболитов. Таким образом, Алла Григорьевна сделала следующие выводы. Включение при натальной диетической добавке омегами заботливая мама базис в комплекс мероприятий по предгравидарной подготовке пациенток с ожирением и синдромом поликистозных яичников способствует их повышению эффективности в реабилитации репродуктивной функции. Профессор Потапов из Днепропетровска использовал этот омегами заботливая мама базис в терапии рвоты беременных. Вы знаете, что на сегодня практически нет препаратов, которые достаточно эффективно действовали бы на это грозное осложнение первого триместра беременности. Результаты примененной стратегии доказаны профессором Потаповым и применение данного препарата по результатам его исследования способствовало лечению как легкой, так и средней тяжести рвоты с уменьшением эпизодов рвоты соответственно в 5,2 раз и почти в 3 раза уменьшалось чувство тошноты в обеих группах. И способствовали быстрой метаболической редукции метаболических расторисов в организме беременной, то есть снижению в 4,5 раза случаев выявления ацетоновой мочи. Таким образом, нами и профессорам Галич из Одессы нам было интересно применение данной биологической добавки полиненасыщенных жирных кислот у женщин с высоким риском плацентарной дисфункции. Мы хорошо себе представляем, что при задержке развития плода лечебные мероприятия при сформировавшейся плацентарной дисфункции практически неэффективны. Акценты возникновения задержки развития плода должны быть направлены не на лечение, а на предупреждение плацентарной дисфункции. Какие же группы риска? Редкую женщину, беременную на сегодня мы не можем включить в этот перечень, потому что, к сожалению, у многих беременных на сегодня имеются заболевания почек, вегдососудистая дистония, кардиальная патология, патология щитовидной железы, метаболический синдром, расстройство центральной нервной системы. Я уже не говорю о том, что на сегодня в Украине на первом местре по структуре материнской смертности стоят именно экстрагенитальные заболевания. Мы проводили исследование, старались охватить все спектры истоков плацентарной дисфункции у женщин с группой риска, вот те женщины, которые входили в предыдущий слайд составляющие. Мы исследовали плацентарные белки, это белково-синтезирующая функция плаценты, исследовали цитокиновые пропели методом проточной цитофлюориметрии и проводили ультразвуковое исследование в маточно-плацентарном бассейне. Таким образом, акцентами нашего влияния в нашем исследовании были эндокринная функция, иммунная система, энергообеспечение целиарного маклиса и стабилизация клеточной мембраны. Что же мы обнаружили? Понятно, что у женщин группы риска происходили изменения в доплерометрических показателях в повышении периферического сосудистого сопротивления в маточных артериях. А на сегодня, по данным доказательной медицины, повышение пульсационного индекса более 60 мм в пиковом систолическом кровотоке в маточных артериях в первом триместре беременности является показателем риска при экламсии, при развитии в последующем. То есть наши данные совпадали с результатами проведенных рандомизированных клинических исследований. В артериях пуповины в более поздние сроки беременности также повышалось у этих женщин периферическое сосудистое сопротивление. У женщин с применением полиненасыщенных жирных кислот препарата омегами заботливая мама базис мы имели положительный эффект на гемоциркуляцию маточно-плацентарного бассейна, связанном с их влиянием на баланс простоноидов, контролирующих вазоконстрикцию, в азотилитацию в артериальном русле. Содержание плацентарных белков, то есть белково-синтетическая функция плаценты в группе риска белково-синтетическая функция плаценты была снижена. Понятно почему, потому что если нарушается кровоток, то естественным, безусловно, будет нарушение функции плаценты, в том числе и синтетической функции. И интерфаза мать-плод. Мы ждем адекватного иммунного ответа. Иммунологические взаимоотношения материнского и плодового организма очень сложны. В нем учатывает огромное количество материнских и плодовых факторов. Но тем не менее, только адекватный иммунный ответ обеспечивает рост, дифференциацию и инвазию клеток трофобласта. Статистически значимое усиление экспрессии адгезивных молекул, которые мы выявили при проточной цитофлюориметрии в наших исследованиях у женщин группы риска, влияет на эндотелий сосудов, изменяя его адгезивные свойства. Дисбаланс и активация лимфоцитов и моноцитов с нарушением характера дифференциации и формирования клеток памяти также имели место у женщин группы риска. При этом снижение антигенпрезентирующей функции иммунокомпетентных клеток и усиление их миграционных свойств были обусловлены недостаточностью плодово-плацентарных иммуномодулирующих факторов и особенностями продукции цитокинов, которые лежали в основе формирования аутоиммунных реакций, которые в последующем всегда приводят к развитию плацентарной дисфункции. Мы имели статистическое достоверное повышение уровня провоспалительных цитокинов, а воспалительная реакция, безусловно, тоже приводит к развитию плацентарной дисфункции. Выявленные изменения цитокинового каскада плацентарной ткани у беременной группы риска свидетельствовали о создании условий для аккумуляции макрофага в сосудах, для нарушения перфузии плаценты, нарушения дыхания, а поэтому нарушены были все ее функции, возникновение склеротических и некротических изменений в сосудах и ухудшение маточно-плацентарного кровотока. Васколоэндотелиальный фактор роста. Друг или враг? Очень важный фактор, который в нормальных количествах способствует формированию нормального ангиогенеза в плаценте, но при повышении его количеств крови и в децидуальной ткани плаценты, которые мы и выявляли методом патогистологических и иммуногистохимических исследований, васколоэндотелиальный фактор роста способствует развитию плацентарной дисфункции и патологическим изменениям в сосудистой системе плаценты. Таким образом, формирование аутоиммунных реакций и повышение апоптоза в клетах децидуальной оболочки плаценты это все факторы развития плацентарной дисфункции. Очень важный слайд, полученный по результатам исследования профессора Галича из Одессы. Посмотрите, у деток, родившихся в группе риска, тех, которым проводили традиционное лечение, и у группы женщин, которым применялось ничего сложного, а просто препарат омегами заботливая мама базис, были статистически достоверные различия формирования респираторного дистресс-синдрома у новорожденных, в проведении необходимости проведения искусственной вентиляции легких, в необходимости введения сурфактанта, в появлении внутрижелудочковых кровоизлияний, в гипоксической ишемической энцефалопатии, в некротическом энтероколите, и детская смертность статистически достоверно отличалась в данных группах. Таким образом, препарат омегамид-байлыва-матуся-базис необходим уже на этапе планирования беременности. Мы говорим, беременным нужен минимум лекарственных препаратов. Мы говорим, руки прочь от беременной женщины в плане медикаментозной интенсивной терапии. Для беременной неприменима акушерская агрессия. Мягкие, добрые, вспоминаем, янтарь, препараты, они не влияют интенсивно на какие-то спектры патогенеза, однако при вот таком применении могут предотвратить различные, очень серьезные нарушения с развитием плацентарной дисфункции. И они применимы не только в группах риска, но, безусловно, они применимы и полезны для каждой здоровой женщины. Позволяют улучшить качество жизни беременной женщины, снижают риск развития осложнений дистации и количества госпитализации. И, что очень важно, способствуют экономии средств в системе здравоохранения. Результатом рандомизированных клинических исследований, проведенных в научно-практических центрах Украины, стало создание методических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения Украины. Каждый из вас может их получить. Он, они есть у нас на стенде. Препарат Амигамид Байлыва Матуйся Базис официально рекомендован к применению к подтверждениям его безопасности и эффективности. Дозы, посмотрите, международные рекомендации употребления, то, что я говорила, чрезвычайно важна вот такое соотношение ДГК и ЕГК, которое строго соблюдается в этом препарате. Я, как профессор и как начмед лечебного учреждения очень осторожно отношусь к медикаментозной терапии. Если бы я действительно в течение трех лет применяем этот препарат, мы не видели побочных отрицательных эффектов, которые мы каждый раз фиксируем, учитывая в нашем лечебном учреждении. Поэтому я совершенно смело и спокойно могу говорить о том, что мне нравится, и что с моей точки зрения я в этом убеждена, помогает беременным женщинам быть здоровыми, а деткам рождаться умными и красивыми. Схема употребления. Предгравидарная подготовка 3-6 месяцев. И если женщина, это недорогой препарат, наши украинские женщины совершенно спокойно могут его покупать, и он может применяться все-таки. Если женщина очень ограничена в средствах, то желательно на предгравидарной подготовке. Обязательно я его назначаю в первом триместре, когда идет закладка органов и тканей, когда формируется плацентарная ложа, когда идет инвазия сосудов, когда изменяются сосуды плаценты, когда теряется мышечный слой, и сосуды плаценты становятся нечувствительными к вазоконстрикторам в норме природным. И выводы на этапе планирования беременности. Препарат способствует созреванию яйцеклетки. И нужно понимать, что они принимают участие в построении высокодифференцированных половых клеток. При физиологической беременности способствуют формированию, дозреванию и правильному функционированию плаценты. И таким образом профилактируют и прежевременные роды, и тромбофилиптические нарушения, и развитие ранней гистозовой прекламсии, и, что чрезвычайно важно, предупреждают по разуке развития центральной нервной системы в первом триместре беременности. ДГК является строительным материалом серого вещества мозга, сетчатки и зрительного анализатора. Доказаны эффекты при патологической беременности данного препарата. И в послеродовом периоде снижает развитие послеродовой депрессии и обеспечивает поступление в организм новорожденных с материнских молоков необходимого количества полиненасыщенных жирных кислот. Спасибо за внимание.